Здравствуйте, мои дорогие. Это Сергей Немчинский, CEO и основатель учебного центра программирования FoxMinded. В этом выпуске новостей. Apple уже нанимает сотрудников проекты продуктов с ИИ, но запрещает им использовать чат-боты. Как вам такое? Вредоносные решения Microsoft VS Code воруют данные. OpenAI представила ИИ-модель для генерации трехмерных объектов, что о ней известно. А в конце новостей апдейт по ситуации с вживлением чипов в мозг человека. Поехали! Apple начала нанимать сотрудников проекты продуктов с ИИ. На момент записи видео на сайте Apple открыто 177 новых вакансий, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. 44 из них были опубликованы только в этом месяце. Из всего пула большинство вакансий связаны с цифровым помощником Apple в Сирии. Остальные с iOS и macOS. Упоминание работы с ИИ встречается в 88 объявлениях. А по запросу генеративный поиск выдает 48 результатов. Напомню, ранее сообщалось, что Apple заморозила набор персонала. При этом в отчете о доходах за второй квартал компания заявила, что будет подходить к генеративному ИИ сознательно и продуманно. Они так и сказали. Так, Apple начала ограничивать использование генеративных чат-ботов с искусственным интеллектом среди сотрудников, чтобы предотвратить утечку любой конфиденциальной информации. Ну, в общем, ми-ми-ми. Запретили ребяткам пользоваться чужими. И делают свой. Знаете, как это в знаменитых мемасиках, да, из серии? Не надо брать чужой ИИ, у нас есть свой ИИ дома. Вот так Apple и сказала. Ну, в общем, я вам сказал, что ИИ будет использоваться на каждом углу и везде в инструментариях. Кажется, сказал. Еще одна новость об Apple. Apple запретила своим сотрудникам использовать чат-боты в рабочих процессах. Компания переживает о том, что ИИ-платформы могут собирать конфиденциальные данные сотрудников. Помимо чат-GPT, Apple запретила своим сотрудникам использовать платформу GitHub Copilot, которой владеет Microsoft. Напомню, с помощью Copilot разработчики могут автоматизировать написание кода. Ну, я думаю, вы знаете. Чат-GPT, который тоже поддерживается Microsoft, отправляет данные разработчикам, чтобы они могли совершенствовать модели искусственного интеллекта, используемой платформой. Как отмечает WSJ, в марте был обнаружен баг, который позволял пользователям просматривать историю чужих чатов. После этого инцидента в чат-GPT появилась возможность не сохранять историю своих чатов и не участвовать в тренировке моделей искусственного интеллекта. Apple не единственная компания, запретившая своим сотрудникам использовать чат-GPT и другие АИ-платформы. Точно так же поступили компании JPMorgan Chase и Verizon. Компания Amazon попросила своих инженеров использовать свой собственный внутренний АИ-инструмент вместо сторонних, если верить источникам WSJ. Кроме того, есть сведения, что Apple также работает над собственной моделью искусственного интеллекта. Вот так. Все разбежались по углам, и каждый делает свой собственный искусственный интеллект, чтобы не пользоваться чужим. Вот так вот. Ну, да. Вредоносные расширения Microsoft WS Code воруют пароли. Исследователи компании Checkpoint 4 мая этого года обнаружили три вредоносных расширения, загруженные Microsoft WS Code Marketplace. Программное обеспечение, внедренное в расширение, позволило злоумышленникам похитить учетные данные, системную информацию, а также установить удаленную оболочку на компьютере жертв. Спустя 10 дней после обнаружения вредоносные расширения были удалены, однако суммарно их успели загрузить 46 600 раз. Нифига себе, между прочим. Разработчики программного обеспечения, которые все еще используют данные расширения, должны вручную удалить их из своих систем и выполнить полное сканирование для обнаружения любых остатков заражения. Исследователями Checkpoint были обнаружены следующие вредоносные расширения. Сэм Даркула Дарк. Даркула или Дракула, мне вот это немножко поражает, но в оригинале написано Даркула, так что ешьте Даркулу. И у нее 45 тысяч скачиваний. Описывается как попытка улучшить согласованность Дракула Колорс WS Code. Люди, пользующиеся WS Code, не вполне уверены, как звали знаменитого вампира. Это расширение использовалось для кражи основной информации о системе разработчиков, включая имя хоста, операционную систему, платформу процессора, общий объем памяти и информацию о процессоре. Python WS Code. Почти 1400 скачиваний. Анализ кода расширения показал, что это инжектор оболочки C-Sharp, который может выполнять произвольный код или команда на компьютере жертвы. И Pratist Java. Почти 280 скачиваний. Судя по названию и описанию расширения, оно было создано для имитации популярного инструмента форматирования кода PriterJava. Расширение крадет сохраненные учетные данные или токены аутентификации из Discord, Discord Canary, Google Chrome, Opera, Brave и Яндекс.Браузер. А, Яндекс.Браузер? Шо-то я понимаю, чьи уши тут торчали. Ага. Специалисты Checkpoint также обнаружили множество других возозрительных расширений, которые нельзя было с уверенностью характеризовать как вредоносные. Однако они все же демонстрировали небезопасное поведение, такое как извлечение кода из частных репозиториев или загрузка файлов. Пользователям VS Code Marketplace и прочих публичных репозиториев для разработчиков рекомендуется устанавливать расширения только от надежных издателей с большим количеством загрузок и рейтингами сообщества, читать отзывы пользователей и всегда проверять исходный код расширения перед его установкой. С моей точки зрения это называется просто мимими. Во-первых, нехрен использовать для Java VS Code. Зачем? Я уже об этом ругался. Ну, серьезно, как можно это использовать для Java? Ладно, окей, используйте. Я прочитал ваши комментарии. Кому-то зачем-то надо. Но главное, не устанавливайте всякую хероту с их Marketplace. Как вы видите, ребята вообще не заморачиваются над тем, чтобы проверить на безопасность то, что туда установлено. Ну, по-моему, прекрасно. Просто прекрасно. Проверьте, говорит, прочитайте исходный код перед тем, как устанавливать. Шикарно, шикарно. Лучший способ защиты это переложить защиту на пользователя. А теперь короткое объявление для разработчиков на ООП языках и продолжим дальше. У вас есть последняя возможность присоединиться к новому и единственному в 2023 году потоку моего авторского курса Grasp and Go в Design Patterns. За два месяца вы прокачаете свои hard-скиллы. А именно, попрактикуетесь в использовании шаблонов, улучшите мастерство клинк-кода, узнаете, когда паттерны использовать и когда не стоит. На каждый паттерн видеолекция записана лично мной и практическое задание. А также на курсе будут вебинары раз в две недели с группой, на которых я отвечаю на все возникшие вопросы. Не упустите возможности, регистрируйтесь на курс по ссылке в описании. OpenAI представила открытую ИИ-модель для генерации трехмерных объектов. Проекту дали название Shep-E. Пока он находится на ранней стадии разработки, а в будущем может быть полезен архитекторам, дизайнерам, ну и естественно разработчикам игр. Куда без них. Изначальная версия модели, известная как Point-E, и выпущенная в декабре могла создавать простые трехмерные модели в виде облака точек. Однако Shep-E работает значительно быстрее и использует неявные функции для генерации моделей, что позволяет системе на основе машинного обучения создавать трехмерные объекты на основе двухмерных изображений. Отмечается, что модель способна генерировать здания, скульптуры, механизмы и многое другое. По мере улучшения качества модели, использование Shep-E для 3D-печати станет еще более перспективным. В настоящее время некоторые созданные модели могут выглядеть просто и примитивно. Однако данный инновационный подход имеет огромный потенциал для будущих разработок. Я вообще согласен с этими ребятами и абсолютно уверен, что вот за всяким искусственным интеллектом, позволяющим работать в том числе и с объемными изображениями, вообще любыми другими изображениями будущее, потому что давайте будем честны, как бы мы ни старались, инструментарий для создания объемных объектов на плоском мониторе, он в любом случае такой себе. Да, я видел, как это делают в браше, ну, в общем, ну, скажем, есть проблемы. А пока инструментария для ввода именно трехмерных данных, ну, просто тупо нету. Там есть какие-то отрывочные моменты для каких-то там сканеров 3D и так далее. Но вообще-то, если бы, например, 3D-художник мог рисовать так же, как 2D-художник в виртуальном пространстве, да, вот так вот, здесь подрисовал, там подрисовал, наверное, это было бы гораздо удобнее. Но на сегодняшний момент ничего, я, по крайней мере, не знаю, есть ли подобное. Блин, кажется, я залез не на свою тему, но ладно, возможно, есть. Я не художник, опять-таки. И, с моей точки зрения, тема как раз генерации трехмерных изображений с помощью искусственного интеллекта, позволяющий, там, например, плоский рисунок превратить в трехмерный, выглядит, на мой взгляд, очень логично. PyPI на 2 дня закрыл регистрацию новых пользователей и проектов. Напомню, Python Package Index PyPI — это хранилище программного обеспечения для языка Python. Для всех, кто не пайтонисты, это, я думаю, полезная информация. Для меня, например. Он помогает нам найти и установить ПО, разработанные и распространенные сообществом Python. Сервис ограничил регистрацию 20 и 21 мая из-за высокой нагрузки на сотрудников, в то время, когда сразу несколько администраторов PyPI находились в отпуске. Ну, в смысле, давайте уже пислясь свят, сказали они. Дело в том, что работники не справлялись с чрезмерной вредоносной активностью злоумышленников. Разработчики пообещали за несколько дней перестроить внутренние процессы проверки, чтобы как можно быстрее возобновить возможность регистрации пользователей и проектов репозиторий PyPI. В настоящее время ограничение снято. Согласно статистике системы мониторинга вредоносной активности Sonotype, в марте 2023 года в каталоге PyPI найдено почти 7 тысяч вредоносных пакетов. И здесь тоже. А всего с 2019 года их число превысило 115 тысяч. В декабре 2022 года в результате атаки на каталоги Nougat, NPM и PyPI была зафиксирована публикация 144 тысяч пакетов с кодом для фишинга и спама. Ми-ми-ми еще раз. Помните, я вам говорил, что про безопасность, но очень скоро надо будет думать не так нацепись, как это сейчас делается. Мне кажется, что очень скоро уже настало. Мне кажется, что мы даже немножко слишком сильно отстали. Кстати, интересно, что там с мейвеновским репозиторием происходит. Такой же трешак. Надо будет как-нибудь поглядеть. JetBrains добавила поддержку iOS в кросс-платформенный UI фреймворк. Речь идет о Compose Multiplatform, кросс-платформенной реактивной среде пользовательского интерфейса для языка программирования Kotlin. 18 мая компания сообщила, что версия фреймворка для iOS находится в стадии альфа-тестирования. Вот так вот. Теперь разработчики могут создать один пользовательский интерфейс, и он будет работать на всех платформах. Compose Multiplatform построен на Google Jetpack Compose UI и технологии кросс-платформенной разработки Kotlin Multiplatform от JetBrains. Хотя Compose Multiplatform для iOS все еще находится в стадии разработки, но его уже можно использовать в экспериментах и педпроектах. Разработчики могут затестить его на сайте JetBrains. Ну, по-моему, прям молодцы. Но я, честно говоря, с трудом себе верю в будущность программирования на Kotlin под iOS. С другой стороны, для некоторых проектов, для которых не требуются какие-то изыски и так далее, а сделать, чтобы дешево и сердито, уже написали на Kotlin, использовали Compose, и типа можно на iOS как-то с худо-бедно запуститься. Это для многих проектов будет просто спасение. А потом уже сделают по-нормальному, если проект зайдет. Например, так. TypeScript 5.1 перешел в стадию релиз-кандидат. Компания заявила, что между этим релиз-кандидатом и финальной версией не произойдет никаких дальнейших изменений или добавлений функций. Так что имеет смысл на него смотреть. В этом обновлении функций, возвращающий на неопределенные значения, больше не обязаны содержать оператор возврата. То бишь return. До этого выпуска без оператора возврата разрешалось использовать только функции void или any. Кроме того, если функция без выражения возврата передается в структуру, которая ожидает функцию с неопределенным возвращаемым значением, TypeScript рассматривает неопределенные как типы возвращаемого значения функции. Господи, какой трешак. TypeScript 5.1 развивает нововведение TypeScript 4.3, в котором пары аксессоров, get и set имели возможность задавать различные типы. В последнем выпуске эти типы могут быть несвязанными, тогда как раньше тип get должен был быть под множеством типа set. Разработчики, работающие с элементами JSX и типами тегов JSX, могут извлечь пользу из разделения проверки типов TypeScript 5.1. Вновь введенный тип JSX элемент type, элемент type, помогает определить допустимые теги внутри элементов JSX. Поддержка JSX получила еще один толчок, так как эта версия позволяет использовать имена атрибутов JSX с распределением имен, а также автоматически оптимизировать модификацию тегов JSX в нескольких местах. Еще одной особенностью TypeScript 5.1 является расширенная возможность предложения завершений фрагментов для тегов парам, что упрощает набор кода и навигацию по коду. Другие улучшения в TypeScript 5.1 включают обход инстанцирования типа для объектов, обычно не ссылающихся на параметры внешнего типа. Реализацию проверки отрицательного регистра для союзных литералов и минимизацию вызовов сканера при работе комментариев JSDoc. Для меня это, честно говоря, довольно далеко. Я на TypeScript никогда не писал, но я думаю, что если вы пишете на TypeScript, ну, читай, что вы, в общем-то, работаете с JavaScript, иногда хотя бы, то фактически, я думаю, что вас эти обновления порадуют. Но, с другой стороны, каждый раз слушая обновления по TypeScript, или JavaScript, я такой, господи, зачем они это делают? Как все странно. Ну, ладно, наверное, вам так писать удобней. Ну, ладно, окей. Я вам рассказал. С моей стороны пули вылетели. Impact Observatory запустила сервис картографирования и мониторинга с использованием ИИ. Продукт под названием ИО-монитор представляет полезные данные о землепользовании. Он практически в реальном времени позволяет отслеживать финансовые, климатические и экологические риски. Клиенты получают доступ к картам, которые основаны на самых последних спутниковых снимках. За каждый квадратный километр компания планирует брать по одному доллару. Однако, минимальный размер заказа составляет 5 квадратных километров. 5 долларов. Минимальная цена, вы поняли. Цитата. «Низкая стоимость побудит людей следить за своими городами, районами или фермами, а также природными заповедниками или зонами отдыха», заявил генеральный директор и соучредитель Impact Observatory Стив Брамби. Он добавил, что анализ автоматизации ИИ поможет пользователям понять, с какой скоростью и масштабом меняется окружающий мир. Карты изменений позволяют определить, какая площадь посадки деревьев в лесу погибла в результате пожара, или насколько расширился жилой массив. В настоящий момент максимальный объем покупки для онлайн-заказов составляет 15 тысяч квадратных километров. Более крупное приобретение будет обрабатывать отдел продаж Impact Observatory. Помимо официального интернет-магазина, компания планирует предлагать доступ к EO Monitor, Vestry, Microsoft Azure и Amazon Web Services. Не очень понимаю, кому нужен этот сервис, но, с другой стороны, если вы землевладелец, наверное, вам пригодится. Ландлорд, можно сказать. Google Chrome начал искать опечатки в URL-адресах и предлагать исправление. Браузер будет отображать предлагаемые веб-сайты на основе исправлений. Эта функция сначала появится на компьютерах, но там чаще опечатаются, логично, а для мобильных устройств ее развернуть в ближайшие месяцы. Это цитата. Опция позволит пользователю убедиться, что он переходит на доверенный веб-сайт, а не на мошеннический. Также Google представила несколько обновлений своей функции Live Caption, которая расшифровывает речь говорящего в режиме реального времени. Теперь ответ можно будет набирать прямо во время телефонного звонка. И не слушать собеседника. Логично. Функция сначала появится на последних устройствах Pixel, а затем ее внедрят на более ранних моделях Pixel и других устройствах Android. Наконец, Google объявила о закрытом бета-тестировании нескольких новых функций в приложении для незрячих и слабовидящих пользователей Lookout. Приложение на базе искусственного интеллекта теперь может обрабатывать и генерировать описание изображений, независимо от того, есть ли у них замещающий текст или подписи. Затем пользователи могут задавать дополнительные вопросы об этих изображениях, на которые приложение попытается ответить, используя расширенную модель визуального языка от Google DeepMind. Вендис собирается внедрять доставку при работе роботов и сервис на основе искусственного интеллекта. Вендис – это американская сеть ресторанов быстрого питания, принадлежащая The Vendis Company. Новая система подземных роботов с гамбургерами, они это так назвали, будет реализована вместе с компанией PipeDream. Тоже название ничего так. Сделав заказ на мобильном устройстве, клиент сможет подойти к точке Instant Pickup и зарегистрироваться в ресторане. После этого робот подвезет его заказ по подземному туннелю из кухни практически прямо к автомобилю и вылетит из трубы. Вау! Предполагается, что использование технологии доставки с регулируемой температурой поможет предотвратить охлаждение или перегрев еды во время транспортировки. Ну, в смысле, мороженое, чтобы не потаяло. Я сначала напрягся. Ну, а клиенты будут избавлены от необходимости заходить внутрь ресторана. Фу, заходить внутрь ресторана. Как это не современно? Систему интегрирует существующий ресторан Vendis уже в этом году. Однако, где именно она будет находиться, пока не сообщается. Ну, наверное, трубы туда еще не подвезли. Ранее Vendis рассказывала еще об одной необычной инициативе. Инженеры-программисты сети быстрого питания вместе со специалистами Google создали чат-боты на основе собственной большой языковой модели техтегиганта. Чат-бот Vendis должен повысить уровень сервисного обслуживания. Он знает слова и аббревиатуры, уникальные для этой франшизы. В том числе название блюд из меню. Перед искусственным интеллектом также была поставлена задача научиться понимать различные диалекты и акценты и отсекать фоновый шум. Как писал The Wall Street Journal, чат-бота подключат к обработке клиентских запросов, чтобы упростить процесс заказа и не допустить отпугивающих потенциальных клиентов длинных очередей. Ну, по-моему, все-таки чат-бота, это, конечно, хорошо и здорово, но роботы, бегущие по трубам, ну, будущее, которое мы заслужили. Власти США разрешили Илону Маску проводить клинические испытания по вживлению чипов в мозг человека. А вы в этом обвиняли, извините, совсем другого человека, вы помните, да? Несчастный Билл Гейс, опыты на людях. Нет, ему нельзя. Он этого, кстати, и не делал. А вот Илон Маск делает. Почему его никто за это не шеймит? Интересно. Компания Neural Link, занимающаяся исследованиями, сообщила, что это решение американского регулятора «важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям». В свою очередь регулятор никак не прокомментировал слова Маска. Логично. Напомню, устройство компании призвано помочь людям с параличом или травматическими повреждениями мозга общаться и управлять компьютером силой мысли. И, опять же, вспоминаем, что я вам говорил. Вы мне такие, кто позволит вживлять себя в мозг какие-то эти самые железяки? Ни один здоровый человек не станет это делать. Я такой, вот именно, ни один здоровый не станет. А человек с параличом или с травматическими повреждениями мозга, который хотел бы хоть как-то общаться с окружающими, поверьте мне, захочет. Я бы точно захотел. Ну и вот так постепенно, собственно говоря, мы себе и получим киборгов. А дальше, дальше, дальше это будет вживляться и здоровым людям, потому что если, когда эта технология будет отработана до состояния абсолютной безболезненности, типа как в Киберпанк 2077, да, лег на стул раз-два, там, подменной анестезией тебе заменили пол мозга, ну, почему нет? Я думаю, что мы к этому движемся. И меня даже это не пугает вообще, мне даже это нравится, если честно. Мои дорогие, вы часто пишите о том, что видео на моем канале мотивирует вас продолжать двигаться к своей цели. Я вам благодарен и попрошу оставить комментарий из четырех слов для поддержки канала, чтобы больше людей увидели это видео. Ну и, конечно же, поставьте лайк и подпишитесь. Люблю вас. Пока. Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся, лучше не станет. Майк Тайсон. Никогда не сдавайтесь, мои дорогие. У вас все получится.